Приветствую, народ! Многие следят за этим проектом, за что вам премного благодарен. Видео, извините, давно не было. У нас карантин отменили только на этих выходных, что прошли. Удалось немного затестить коптер. Не сильно, но немножко. Ну, в этом видео покажу, как я сделал пластину, чтобы закрепить аккумулятор. И небольшой бонус в конце. Это полеты коптера. Посмотрите, какое время вышло. И все остальное. Ну, поехали. Итак, нам понадобится две дощечки, чтобы прижимать матрицы, сделанные из жести. Не помню, она, по-моему, 0,8 мм. На жести я обклеиваю скотчем. Можно использовать полиэтилен, который на кухне используют. К нему тоже и бокситка не пристает. Пищевой полиэтилен, по-моему, так называется. Скотч тоже без разницы, какой используется. Он к нему и боксит, на ней смола не пристает к нему. Выровняем каким-нибудь основным предметом я использовал форы и ножницы. В принципе, обклеить ничего сложного. Тут вы разберетесь. Этим способом я пользуюсь очень давно. Это, скажем так, это способ укладки карбона между формами. Я развожу боксит на клей. У вас будут свои пропорции. У меня он не один к двум, а 120 грамм тюбик катализатора и 200 грамм тюбика суммы смолы. Так что там сколько грамм я без калькулятора не высчитаю. Теперь мы ищем пластиковую какую-нибудь поверхность. Вообще и боксит, как пластику, нехорошо предстает. Эту пластиковую форму нужно с сухим, то есть, извините, жидким мылом пройтись, дать просохнуть. Потом после высыхания бокситки она легко сотрется. Я вот набираю пакет карбоновых листов. Карбоновые листы учитываются очень легко. Если у нас на метр квадратный выходит 200 грамм карбонового листа, материала, в описании, кстати, когда покупаете, будет написано, то, значит, каждый слой карбона будет 0,2 миллиметра. Так что здесь очень все просто. То есть, меня примерно нужно 1,5, я набрал 7 листов. Кстати, листы я порезал 3 листа, нет, 4 листа вдоль волокон. А 3 листа по диагонали, это даст на изгиб упрочтить нам саму пластину. Сильно-сильно стягиваем, даем просыхать. В моем случае мне надо было подождать 24 часа. И как видите, она очень легко снимается, так как мне эти пластины уже больше не нужны, я их вырываю просто. Вот, внутренняя пластина немножко посложнее, потому что она внутри. Тут я приклеиваю сам шаблон, распечатан на принтере. Как я вырезал, я показывать не буду, я ушел в мастерскую, вырезал там, потому что работа, сами видели, грязная. Ну, на канале есть, кстати, по простройку этого коптера, как я вырезаю фрезой. Сделал отверстие, это отверстие просто служит, когда мы будем клеить, чтобы попасть в свое место, эту рамку. То есть, как направляющие. Я обезжириваю все это ацетоном. Наносим также клей бокситный. Он достаточно хорошо держит. В самой рамке я прошелся грубой наждачкой и пластином, чтобы остались грубые царапины. Ну и также дремелем немножко покоцал. Для лучшей связки. Прицепляем все это на прищепку. И все, рамка готова. Это, в принципе, делов занимает минут 20. Больше ждать надо, когда сохнет. Минут 20 всей работы. И все. Вот эта рамка, она очень прочная. Углы, видите, завернуты. Сломать ее практически нереально. На простом краше. Ну, теперь перейдем к непосредственно к обещанному бонусу. К самому пальму. Ну, в этот день погода стояла так себе. Ветер въедет дул. Облака. То спускались, то поднимались в горах. Ну, все-таки, три недели были, четыре, сколько там, четыре месяца, три месяца после карантина. Это как, после тюрьмы вырвались мы в горы, потестить коптер. Ну, вот, переходим непосредственно к самому тесту. Вообще, задача теста у меня была отлететь на 2-3 километра и вернуться, ну, скажем, отлететь на скорости 40 километров в час, 42-45, посмотреть на разных режимах расход миллиампер на километр. И вернуться с двух километров в дистанции, со скоростью 70-80 километров в час. Также посмотреть расход. Вообще, потестить на разных режимах, на разных углах. Кстати, полет я всего в видео, всего ОСД приложу в описании, так что можете посмотреть. Тут никакой подкола нету. Видео реально, все 40 минут я пролетел. Просто многие писали под комментариями того видео, что 40 минут нереально. Даже некоторые грубили, я удалил эти комментарии и заблокировал людей, потому что я, ребята, я делюсь просто тем, что я делаю. Я никого не учу, не обучаю. Если кому-то полезен, я рад. Если нет, я никому не настаиваю. Ну, вот тут я лечу. Лечу я, кстати, по ветру. По-небольшому ветер. Я был на момент, когда ветер был небольшой. И лечу я по ветру. Как видно, что расход где-то 130 миллиампер, 140, 150 на километр. Но, учитываем, опять же, что я лечу на высоте 2000 метров в горах. То есть, воздух уже развяжен. Если кто будет летать на таком же коптере, на равнине, если мне захочется полетать или кому-то из вас. Можно прибавлять сразу 10% смело к полетному времени. Ну, вот я лечу. Следую дорожке. Это сельска сходит с гор. И лечу рядом с ней, чтобы был какой-то ориентир, и я потеряю. Потому что копты, повторяюсь, новые. Ни разу так далеко не летал. Я еще сделал, по-моему, небольшую глупость. Установил последнее Айна в конце видео. Вы увидите, почему я так говорю, что я сделал глупость. Также смотрю антенны, видео, правильный угол я выбрал или нет. Кстати, я первый раз тестировал апатч, который 150 миллиметров. Что-то мне этот патч вообще не зашел. Потому что, как я голову поворачивал в сторону этого патча 150 миллиметров. Вот этот красный здоровый патч, я не помню, марку его покупал на Бангуде. У меня видео пропадало. Начиналось не жить. На второй антенне у меня стоял патч маленький. True патч, как он там называется. Видео четко показывал. Так что, когда видео четко показывают, я стою с маленьким патчем в сторону. А возможно, просто этот патч, он тяжелый. Он у меня провис и спустился вниз, в землю. Или канал, может, не подходит. Не знаю, посмотрим. Ну вот, я долетел до трех километров. Начинаю разворачиваться. Потому что, думаю, этого достаточно. Расход переменный. Как я видел. Потому что ветер был порывами. Он то повышался, то понижался. Ну, в общем, как я понял, что курсовая скорость у меня более экономична. Где-то 40 километров в час. Кстати, угол в аттитуде холт намного меньше. Если бы я руками, угловыми руками бы я держал 20 градусов. На другом коптере. И лечу где-то километров 45 час. Тут угол намного меньше. Ну, и вообще, это видео делал я. Не видео, а это полет. Больше для анализов. Как коптер себя ведет. На каком угле какая скорость. Какие маунты печатать. С каким градусом потом крепить писалку. На что рассчитывать. На обратной скорости, как я говорил. В удержании так же высоты я начинаю загибать угол, чтобы увеличить скорость. И разогнать его максимально, не знаю, ну, хотя бы до 80 километров в час. Посмотреть расход на километр. Провести общий анализ, скажем. Вот тут я поворачиваюсь в сторону большого патча. И как мы видим, видео у меня совершенно падает. И я не знаю, с чем это связано. Надо проверять, настраивать, искать канал для этого патча. Потому что головой я крутил в этот момент. То левый патч, и маленький, то большой патч. Вот я набрал скорость 80 километров в час. Мы смотрим на уровень газа. У меня 80% где-то. Потихоньку, потихоньку я начинаю его разгонять, уменьшать. И смотрю на расход. То есть расход меня... Напоминаю, что сейчас я лечу против ветра. Даже не против ветра, он немного боковой, но встречный. И расход меня вполне устраивает, потому что 200 миллиампер на километр против ветра. Это достойный показатель. Ну вот тут я решил убрать удержание высоты и попробовать лететь руками. И так же смотрю, как себя ведет кооптер. Как он держит высоту, на каком газе держит высоту, с каким углом надо лететь. В принципе, это уже до этого было понятно. Коптер достаточно легкий, ему угол нужен совершенно минимальный. И начинаю просто летать с разными режимами, смотреть. Я повторяюсь, все видео с OSD я приложу ссылки в описании. Я на канал выкладывать не буду, оно будет в скрытом посылке. Кому интересные показатели, может зайти и посмотреть. Ну вот тут я долетаю уже почти с места взлета. Ветер дует и, честно говоря, даже эти 11 минут мне дались совершенно нелегко. Потому что мы ждали очень долго, пока погода как-то стабилизируется. И, честно говоря, немножко подустал. И тут я решаю просто рядом со мной летать километр туда, километр обратно в разных режимах. То есть имидировать реальный полет, не экономичный полет. Вот, поставить 40 километров в части и лететь прямо, а потом вернуться. Немного понасиловать его 60, 70, 20 с разными режимами. То есть имидировать реальный полет, если бы я куда-то летел над горой, смотрел, еще что-то. И начинаю газовать, в общем, делать то, что делаю я в реальном полете. Против ветра, кстати, я заметил, что у меня есть небольшое желе, но пропы я не балансировал. Айнаф, повторяю, не настроен, я просто вечером, даже не вечером, я его утром рано залил. Я посмотрел, не помню, как его канал зовут, Аэрору, Саня. Он говорил, что Айнаф РЦ-5, он тестил, бомба, пушка. Ну, я поверил, залил. Да, летает очень хорошо, даже на стоковых пидах. Учитывая, что против ветра, пропы не балансированы, желе можно было ожидать. Тем более, я летаю в смешанных режимах, то газую, то туда-сюда. А пиды из стоковых желе надо было ожидать. Ну, тут я быстро перемотаю, потому что я смысла не вижу показывать, как я туда-сюда летаю. И перейду к самому интересному, к концу видео, что меня больше всего и в думке вбил. Ну, вот я подлетаю, 11,6 вольт. Честно говоря, я уже устал и головой мотать, следить за коптером. Можно было еще полтора вольта пролетать. На борту еще чуть-чуть было, можно было экономить. Но я все-таки решил садиться. В любом случае, результата свои 40 минут я достиг, учитывая, что я летел прямо, линейно. Я думаю, что в минут 50 бы я вышел. Но тут я по привычке своей, так как у меня голова устала крутить головой и мотать, руки замерзли от ветра, я решил включить удержание точки. Я обычно так всегда делаю на коптерах, потому что, как вы видите, вся земля усыпана большими булыжниками, и коптеры сажаем, можно легко сломать. Я решил включить удержание точки, отлетел немножко на 20-30 метров от себя, и включаю удержание точки, и по привычке снимаю очки, как я делаю всегда. И в этот момент, вот этот на видео, это не я дергаюсь стигами, это коптер сам что-то мудрит. В этот момент я снимаю очки, нашел коптер, и вижу, что его куда-то несет. И причем несет так конкретно. Ну как, коптер был невысоко, я просто его задезармил, и вот такие вот пироги. Не знаю, с чем это связано. Надо смотреть. Логи еще, честно говоря, не смотрел. Буду разбираться. В конечном итоге парни его видели. Включил удержание точки в конце, и коптер что-то начал носить туда-сюда, и он упал. Поэтому они летают неплохо, но все-таки кандидаты релиза и прошивки лучше не заливать. Кандидаты. Вот как-то так. Ну ничего страшного тут, в принципе, только шток GPS отвалился. Все остальное вроде бы цело. Ну, в принципе, ничего прям такого страшного тут не произошло. Будет всем заняться. Субтитры сделал DimaTorzok